Всем привет! Сегодня мы в Октябрьском районе, чтобы показать вам парк-пляж Прищепка. Хочу сказать, что Октябрьский район, он очень гористый, необычный для нас. Мы живем в противоположном конце города Красноярска. И у нас тоже есть горы, мы живем на окраине, а это другая окраина, геометрально противоположная. И можно поразглядывать поближе незнакомые места, которых здесь множество. Вот в ту сторону нам сказали направляться, идти в сторону парка. Мы вышли на очень интересный прудик, зелененький, и нам сказали перейти через дорогу. Тут она уходит в гору вверх, и будет вход как раз вот в этой стороне, куда мы и направляемся. Поснимаем муток вблизи. Вот они. Сегодня жаркая погода, но уже полегче, чем последняя неделя была до плюс 35, сегодня где-то плюс 29. А вот и прищепка, надпись, куда нам нужно направляться. Пойдем дальше. А пока поснимаем панораму ветвужанки для вас. Это те места, которые видны издалека, потому что они находятся на горах. Тут тоже можно погулять по ступенькам. Это настоящее болото. Для Октябрьского района типичны вот такие дома с угловыми крышами и карнизами. Красно-оранжевые, серые такие. В готическом стиле, как я их называю. Целая стая приближается к нам. К нашему берегу. Мы дошли до входа в парк. Здесь находится касса, где мы сможем приобрести билеты, чтобы погулять в этом замечательном месте. Тут даже кто-то гуляет и загорает. Хотя купаться запрещено в этом озере. Идет реконструкция берега. Мы выяснили, что настоящий вход находится не с той стороны озера, а примерно здесь. Нужно обогнуть, и мы зайдем. Я так понимаю, это администрация парка. Стелла с надписью района. Можно увидеть, насколько крутые здесь подъемы у дорог. Дорога ведет уже в лес. Окончательно за черту Красноярска. А вот мы дошли и до входа. Где мы видим интересный эффект испарения пара. Где можно охладиться. Ооо, хорошо обдается водой здесь. А вот и сам парк. Зайдем и посмотрим. Встаешь под эти ворота. И начинает работать пар еще интенсивнее. Можно такой холодный душ получить. Здорово, да? Да. Дошли мы до кассы. Вот они цены. Нам сегодня сказали, что скидка будет. Стоимость 1300. А вообще стоимость на взрослого 1600 рублей. Детям до трех лет бесплатно. Если старше, то 1000 рублей до шести лет. На взрослые 1600. Все, пойдем припитать билеты. Здесь на входе можно взять на прокат воздушный круг. Для плавания и купить себе еды с напитками. Пойдем осматривать окрестности. Также мы видим указатели, куда можно идти. Далее. И водопад, и фреш-бар, и детский городок, и туалет, и зона активности. Очень много разнообразия для отдыха. А также зеленых насаждений в горшках, что радует глаз. Есть такие камни с зелеными растениями. И зона для загара. Под зонтиками в виде пальм. Людей, кстати, мало, а пока еще, наверное, не все приехали. Возле этой надписи можно будет сделать памятное фото. Тут охлаждающий душ. Есть не только на входе, но и в других местах. Мы видим, какая большая площадь для загара. И где-то здесь мы остановимся и передохнем после долгой поездки. А там, где-то вдали, находится бассейн. Где можно легально купаться. И весело проводить время. Много холмистых поверхностей, из-за которых ты чувствуешь себя в какой-то долине. Необычной, сказочной. И зеленых растений. И склоносибирских. А также несколько уровней. С лежаками. Вон там вдалеке тоже еще один уровень. И там побольше людей. Видимо, там находится плавательная зона. Редкий случай, когда по газонам можно и даже нужно ходить. Символ парка. Пойдем фотоаться возле него. На двух холмах. Фотозона. И место уединения для влюбленных. Откуда очень хороший вид. И для загара. Да. Правда, солнышка нету. Идет туча. Возможно, нам придется прятаться под этими пальмами. Мы добрались до бассейна с водопадом. Где настоящие камни очень красиво сбрасывают воду. Но, конечно же, вставать на них нельзя. Возле и на них. Поэтому будем просто фотаться возле этой красоты. Вообще, чувствуешь себя возле этих мест, будто ты где-то в Турции. На местном курорте. То, что мы в Красноярске, выдают только многоэтажки на фоне. Этот деревянный полукруг из веток не что иное, как кабинка для переодевания. Очень оригинально смотрится. Одним из плюсов парка Прищепка является то, что здесь есть такая площадка для детей, где можно поиграть со своими малышами, занять их. Пока вы ходите, загораете, либо фотаетесь, купаетесь. Здесь можно покататься с горок, полазить. И не дать скучать своему чаду. Мы, наконец, вышли к лазурному бассейну. Который располагается в прямоугольной и в круглой форме. Я так понимаю, для малышей и для взрослых. Очень просторная площадка. Такая в виде кратера, где можно позагорать и окунуться в лазурную воду. Замечательный отдых. В такой жаркий день. Тут поглубже явно. Больше взрослых. Много детей, как обычно. Здесь не опасно, как в диких местах. Красноярска. Так водичка выглядит вблизи. Очень теплая. Не скажу, что она чистая, но приятная на ощупь. Щирикают птички с колонок повсюду. Много открытого пространства для купающих. Для купающихся. А вот и надпись по заброшке. Прищепка. А теперь на самом отдаленном холме есть бассейн для самых маленьких, куда нам и нужно пойти. Для того, чтобы родители купали своих малышей. Вот они. Красота. Все в шезлонках. Ничего не надо снимать. Все входит в стоимость. Купайся не хочу. Ну что, друзья, на этом мой обзор заканчивается. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. До новых встреч. На новых замечательных местах Красноярска и не только. Такая долина мумитролей. Ручей без воды. Мостик. И бодрая музыка. Окей. Хочу сказать, что прищепка это один из немногих парков в Красноярске, где зона отдыха для загорания, для плавания в открытом бассейне. Есть еще у нас ривьера в Садах мечты на взлетке, где были мы. Есть у меня видеоролик об этом. Дальше Бобровый лог. Там просто бассейн без парка. Открытый. Ну и, пожалуй, прищепка. Вот места, где стоит побывать в Красноярске и отдохнуть. Я думаю, не хуже, чем где-то за границей в отеле, в бассейнах для детей.